Ну а тем временем завод «Электросталь Тюмени» готов выйти на проектную мощность. Это 550 тысяч тонн продукции в год. Используют ее в основном в строительной сфере. Сейчас на предприятии работает порядка тысячи сотрудников высокой квалификации. На заводе побывал и мой коллега Алексей Вяткин. Главный пост управления производством. Чтобы попасть на это место, Александр Зинков набирался опыта на лучших российских предприятиях. Почти 30 лет он посвятил карьере оператора стана. Я начинал с немецкого стана, скетовский, фирмы «Скет». Ну он, оборудование у него, к примеру, электроника, ну как запорожец и самолет будем так сравнивать. Оборудование позволяет вдвое увеличить количество выпускаемой продукции. В этом году объемы производства на заводе «Электросталь Тюмени» возрастут с 270 до 490 тысяч тонн. За моей спиной происходят так называемые «слидинг-процессы». Это когда из одной заготовки получается сразу два или три готовых изделия. Это позволяет существенно экономить время производства и человеческие ресурсы. Кстати, такая технология пока используется только на двух российских заводах. И один из них в Тюмени. Раскаленный металл пролетает по стану со скоростью 12 метров в секунду. Для глаз это почти незаметно. Дальше заготовка делится на две светящиеся нити. И это уже будущая арматура самого высокого класса 500. Наш стан позволяет получить продукцию в соответствии с ГОСТом. Это более высокие требования по допускам, по качеству продукции. Здесь предъявляют требования выше, чем указаны в техрегламенте. Это государственные стандарты. Благодаря которым наш завод один из немногих вышел в этом году на экспортные поставки. Первая отгрузка состоялась в конце января. Сейчас на электростале производят следующую партию. Мы, в общем-то, конечно, сориентированы на удовлетворение потребностей внутреннего рынка. И для страны сегодня, и для в целом интересов России, это приоритетное интерес, на котором надо работать. Но, тем не менее, встраиваясь в сегодняшние реалии экономики, мы на экспорт продукции грузим. На складе готовая арматура самых различных размеров, от 10 до 40 миллиметров. То есть даже необычного для этой продукции четного радиуса. Так что грузовые машины заезжают в цех по несколько раз в день. Алексей Вяткин, Сергей Жирнаков. Тюменское время.